Сегодня мы обратимся к этому отрывку, Евангелие от Иоанна 2 глава, сложному, но очень простому. И этот отрывок не говорит о том, можно пить вино или нет. Давайте мы не будем сейчас обманывать себя, пытаться найти те ответы, которые мы хотим найти. Этот отрывок учит нас немножко о другом. Поэтому нужно перевести свой фокус, свое внимание со словом вино на все остальное. Хорошо? Евангелие от Иоанна 2 глава, с 1 стиха по 11 мы с вами прочитаем. На третий день был праздник в Кане Галилейской, и Матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак, на свадьбу. И как не доставала вина, то Мать Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, женщина? Еще не пришел час. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то делайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по бычу очищения иудейского, вмещавших по две или по три мера. Иисус говорит им, наполните сосуды водой. И наполнены их доверху. И говорит им, теперь подчеркните и понесите к распорядителю пира. И понесли. Сегодня, слава, возбей с женой распорядитель пива. Для того, конечно, сладьбу проводят. И говорит им, наполните сосуды водой. И наполнили их доверху. И говорит им, теперь подчеркните и несите распорядителю пива. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином? А он не знал, откуда это вино. Знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее сберег до сели. Так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской и обил славу свою. И уверовали в него ученики его. Аминь. Это первое чудо, о котором нам рассказывает евангелист Иоанн. И это вообще первое чудо в жизни Христа, в его служении. Для нас, наверное, очень странно почему именно это чудо. Вот с чего бы вы начали? Наверное, с воскресения из Гердов. Лазарь был еще жив, поэтому его рано было воскрешать. То есть мы бы начали с чего-то великого, грандиозного. Остановить шторм, не знаю, что еще. Но Христос выбирает именно это. Он считает, что правильно начать здесь, с этими людьми. И именно в том, чтобы превратить воду в вино. Теперь, чтобы правильно понять смысл того, что сделал Христос, мы с вами должны прочитать одни из последних слов в Евангелии от Иоанна, 20 главе. Потому что все, что Иоанн написал, все, что написал, написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И веруя имели жизнь во имя Его. И мы с вами видим, что последние слова этой истории, и уверовали в Него ученики Его. То есть, это чудо было для того, чтобы люди уверовали в Христа, как в Сына Божьего. А не для того, чтобы кому-то, знаете, была достаточная вина, чтобы праздник состоялся, и свадьба, и все было в порядке. Хотя это все присутствовало, но главная цель была в том, чтобы люди уверовали в Иисуса Христа. И мы поэтому можем без сомнения сказать, что эта история имеет смысл, и эта история имеет прямое отношение к жизни вечной для человека. Эта история повествует нам о Сыне Божьем, который дает больше, чем просто какой-то праздник. Но сегодняшнюю проповедь я так и назвал. Там, где Иисус, там праздник. Но это больше, чем просто, знаете, житейский какой-то праздник, свадьба, день рождения или что-то еще. Иоанн достаточно детально и последовательно описывает все события, потому что он там был. Он там находился, он был свидетелем. Его глаза это видели, и уши его слышали. И он понимал, что происходит. И детальнее, и четче, чем он описал, это никто бы другой это не сделал. До этого Иоанн был свидетелем того, что сказал Иоанн Креститель об Иисусе Христе. Если вы читали первую главу, помните, когда Христос приходит на свое вводное крещение, Иоанн Креститель о нем говорит одну фразу. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И после этого за Христос следует несколько учеников. Петр, Иоанн, Яков, Филипп и Нафанаил. И вот они там, на этой свадьбе, вместе с Иисусом. Мы задаем такие вопросы. Почему Иисус решил превратить воду в вино? Как это относится к нам? Почему вообще Иисус пошел на свадьбу? Что там без него бы не состоялось? Зачем ему это надо было? Важный вопрос. Зачем властелину Вселенной заниматься такой мелочью? Что это за начало служения? Что здесь свадьба? Итак, первое, что мы должны понять, Иисус пришел, чтобы восстановить разрушенное. Иисус пришел, чтобы восстановить разрушенное. Первое чудо было в маленьком городе Кана, в Галилее. Этот город находился прямо недалеко от Назарета, по-соседству. Знаете, археологам понадобилось 1800 лет, ну, я имею в виду, спустя 1800 лет, недавно этот город был найден. Ну, в Израиле всегда раскопки, всегда что-то находят. И, по-видимому, там, где Христос был, это была простая деревенская свадьба. Еще у них не хватило вина. Видимо, они со всеми богатые люди были, которые там женились. Не усмотрели. Служение Христа начинается с простой еврейской деревни. Служение Христа начинается с простых людей. Не где-то в замках, в дворцах, в золоте и так далее. Нет, среди простых людей. И вы знаете, последователями Христа становятся простые люди, такие, как мы с вами. У кого нет знатного рода, нет особой истории, и нет каких-то, знаете, регалий, привилегий в этом мире. Нет больших погонов и так далее, и тому подобное. И Христос, обращаясь ко всем, довольно часто начинает с простых людей. И с простых людей Он делает великих людей, своих последователей. Свадьбы в еврейской культуре имели большое значение. Это был целый обряд, которому нужно было следовать. Чуть-чуть они где-то там отличались, но в общем, примерно все выглядели одинаково. И в разгар свадьбы жених с невестой должны были вместе пройтись по всему селу. И их должны были поприветствовать все жители этого села. И скорее всего, что все и приходили на свадьбу, когда, ну, знаете, небольшое поселение такое вот, да. Свадьба начиналась вечером, после праздничного ужина. И длилась очень долго. И, как правило, начинали свадьбу в понедельник. Простите, в воскресенье. В воскресенье начинали, она длилась аж до четверга. Даже дольше, чем наши молдавские свадьбы. И люди за это время что делали? Веселились. Они просто веселились эти дни. Это было радостным событием для жениха, для невесты и для, конечно же, жителей того или иного поселка. Об этом вы можете больше читать в каких-то дополнительных ресурсах и так далее. Знаете, Христос представляется здесь как реальный человек. Он не представляется, знаете, как Бог, который пришел всех тут-турум. Впечатлит собой. Он просто приходит как реальный человек. Он просто приходит на свадьбу. Он веселится со всеми остальными. Он хорошо проводит время. И люди, которые рядом с ним, тоже хорошо проводят время. И в этом вообще нет ничего греховного. Потому что он не грешит. Потому что это время, когда нужно радоваться. Знаете, для некоторых Бог это, знаете, что-то такое отдаленное. Есть такая философия или учение, диизм, если кто-то знает. Диизм это когда, вот как часовщик. Завел часы, поставил, а они сами тикают. Вот диисты верят, что Бог, он как часовщик. Он сделал этот мир, запустил все процессы. И он вообще больше не участвует. Просто стоит в стороне и наблюдает. Ну, реально, люди есть некоторые, которые думают, что именно так. Но мы видим, что Бог не такой. Когда Слово Божие описывает Господа, описывает Его как того, который участвует в жизни человека. Который участвует в жизни людей. Христос этому пример. Он мог и не пойти на эту свадьбу. И свадьба бы состоялась. И было бы тоже весело, интересно. Но Он решает там быть. Он решает участвовать в жизни этих людей. В Слове Божьем написано, что ни один волос с нас не падает без воли Божьей. Вот когда вы с душа выходите и смотрите назад, должны увидеть волю Божью. Сколько там осталось волос. Это все, если Бог не приказал. Если Бог не разрешил, не падает ни один волос. Это говорит о Божьей вовлеченности в нашу жизнь. Не только Его суверенной воле, но и то, что Бог участвует в нашей жизни. Когда что-то происходит, Бог там есть. Он не бросил человека на произвол судьбы. Просто, знаете, нам свойственно, чтобы Бог участвовал, когда там трагедия, пухарные, что-то случилось. Но Бог и на праздниках тоже. Он везде участвовал. Поэтому, когда вы что-то празднуете, помните, Бог является участником вашего праздника, в том числе. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Иоанн напишет эти слова позже, обращаясь к верующим, предварительно, скажу так, что, возможно, это были верующие в эфесской цепле. В первом послании Иоанна. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Итак, что же дьявол сделал, что Христос пришел разрушить? Ну, во-первых, раз Христос пошел на свадьбу, то что дьявол сделал в первую очередь? Он разрушил первый, самый лучший брак. Брак Адам и Евы. Ведь с этого начинается история человечества. Бог сотворил мужчину и женщину, и что? Сочетал их. Святым вместе. И они живут. И вот пришел сатана. Пришел сатана и сказал, послушайте, вы живете плохо, вы можете жить лучше. И что-то предложил, и вы знаете, семья Адама и Евы не распалась. Но что распалась? Идеальные взаимоотношения с Богом и друг с другом. Вот что сотворил дьявол. Люди дали место ему. И этот первый, самый совершенный брак, который Бог создал, туда, в этот совершенный брак, пришел грех, и совершенство куда-то исчезло. Сегодня мы с вами, женатые люди, можем много засвидетельствовать об отсутствии совершенства. Правда? Это правда. Это так. Нет семьи, которая бы не имела каких-то нюансов. Бог желает всего наилучшего для человека. Куда приходит дьявол, если человек дает место ему, то начинается разрушение. О семье, конечно, много сегодня можно сказать. Я вам скажу, что люди, которые сегодня в центре города упиваются вином, это не люди, которые сильно убеждены в том, что это поможет им в семейных отношениях. Я не видел, чтобы алкоголь сделал семью счастливой. Так, как есть. Мы знаем, что сила общества состоит в здоровой семье. Да. Там, где здоровое общество, там обязательно здоровые полноценные семьи. Конечно же, об этом много можно говорить. Я не буду много об этом говорить. Но союз между двумя людьми, который скреплен Богом, в этом есть благословение. И там, где он не скреплен Богом, там благословения не может быть. Чуть больше шторм. И дьявол радуется, потому что все может разлететься очень быстро. Я вам расскажу пример, реальный пример с одной свадьбой. жених подошел к пресс-фитеру, который должен был их сочитывать. Видимо, они не совсем верующие были, но не важно. Он ему засунул в карман 100 долларов, но это реальная история, честно, это так, как есть. Сунул ему 100 долларов в карман и говорит, слушай, когда ты будешь говорить обеты, ну, знаете, обычно, да, люди дают обеты, да. Когда дойдем до слов, я обещаю любить тебя, почитать и слушать, говорит, ты просто пропусти эти слова, чтобы я их не повторял, сделай что-нибудь другое. Сунул ему 100 долларов в карман. И вот момент бракосочетания, когда они должны были уже говорить свои обеты, пастор говорит, посмотрев ему в глаза, говорит, теперь повторяй за мной, обещаешь ли ты служить ей, слушаться каждое ее слово, все ее желания исполнять, приносить ей завтрак в постель, каждый день своей жизни, клянешь ли ты перед Богом, вечно любить ее и никогда не смотреть на других женщин. Он, конечно, сказал, да, потому что микрофон, все люди. Потом он говорит ему, слушай, мы же договорились, я же теперь. Говорит, ты знаешь, она больше заплатила. Это не совет тем, кто собирается жениться. А просто это вот пример того, насколько люди, ну, насколько грех может все испортить. Но если вы решили жениться, я 100 долларов приму. Но все равно скажу все, что считаю нужным. Когда приходит грех, он все разрушает. Но Христос пришел восстановить разрушенное. И, конечно же, первое, куда он пошел, он пошел на свадьбу. Сегодня, если мы так скажем, семьи страдают больше всего. Когда началась война в Украине, очень много женщин уехали от своих мужей. И это в каком-то смысле катастрофа. А вот когда началась мобилизация в России, много мужчин бросили своих женщин тоже с волью. И это тоже трагедия. Это трагедия для этих семей. Это трагедия. Это социальная трагедия. Вы знаете, а для нашей страны нам не пришлось ждать военных действий. У нас и так, и так многие свалили куда-то, бросив либо своих жен, либо своих мужей. К сожалению. Говорят, что любовь это сон, а брак это будильник. В семье очень многое проявляется. Как-то сделали опрос такой и задали три вопроса. Если в семье проблема является ли развод решением этих проблем? 42 и 2% сказали, что да. 48% на ряде, что пожили подольше, сказали, что это не решает проблемы. Почти 10% воздержалось. И мы знаем, что развод никогда не решает никаких проблем. Почему? Потому что человек несет себя дальше. Опрос сделали развод, не причиняет вреда детям. Согласны 3,3%. Это, наверное, те, у кого не было детей. Либо те, у которых голова не на месте. А вот 91% не согласны с этим. Потому что это всегда, всегда вредит детям. 5% они воздержались. Вот еще один статистический опрос. Сегодня тяжело развестись. Согласны или нет? 5% сказали, что да, это сложно. Это, наверное, верующие люди сказали. 90% сказали, нет, это не сложно. Неуверенный 5%. Сегодня действительно развестись не очень сложно. Причины могут быть разные. И они все греховные. И все. Алкоголь, измена, насилие, неудовлетворение, недовольство, претензии, ссоры, разногласия. Слышал такую историю, люди прожили вместе где-то лет 35. А потом разводятся и их спрашивают, почему? Они говорят, ну мы не сошлись с характером. Понимаете, да? Ну, вот безумие, какое хотите твориться. Бог пришел, чтобы восстановить разрушенное. Первое, что начал уничтожать дьявол, и мы видим последствия этого даже в нашей стране. Христос пришел это восстановить. Несколько практических советов. Если вы хотите увидеть какую-то духовную картину в этом. Шесть пустых водоносов. Знаете, приходит время, когда заканчивается вино. Приходит время, когда в семье праздник жизни как-то может чуть-чуть что-то улетучиться. Ну, будни, проблемы, болезни, страдания, что-то происходит. Что можно сделать? Можно сделать только то, что можешь сделать. Правда? Наполнить эти сосуды чем? Водой. И попросить Христа что-то с этим сделать. Знаете, Бог не требует от нас взять на себя Его роль. Мы это не можем сделать. Жизнь радостная может сделать только Бог. Но человек ответственен сделать то, что он может в силах своих сделать. И тогда приходит благословение и Божий праздник на нашу улицу. А если я даже не хочу кувшин наполнить водой, если я даже не хочу сделать то, за что я ответственен, почему я должен ждать, что Христос сделает мою жизнь радостной? Почему я должен ждать праздника в своей семье, если я безответственный человек? Вода превращается в вино. Это результат Божьего вмешательства. Это когда ты делаешь то, что можешь, а Бог сделает то, что Он может. Но за тебя не сделает то, что ты должен сделать. Почему сегодня у многих в жизни это праздники благословения? Вы знаете таких людей? Мы смотрим, думаем, вот у меня бы, вот мне бы его жену, вот мне бы его деньги, вот мне бы его недвижимость, вот мне бы его детей, они же послушные, а меня не послушные. Вот мне бы то, мне бы то, мне бы то. Почему у него такое благословение? потому что он наполнил сосуд водой, а Бог это превращает в вино. Бог делает то, что Он сделает, а Он всегда принесет благословение, потому что ты не выполняешь свою ответственность перед Господом. Почему так многие несчастны? Ответ мы уже знаем. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола и восстановить разрушенное. Самое большое разрушение, которое принес сатана, это разрушение взаимоотношений с Богом. И Христос пришел это восстановить. И эта трагедия хуже любой трагедии, потому что когда у человека разрушенное отношение с Богом, у него все разрушено в жизни. Да, но может временно, знаете, так красиво выглядеть. Но одно землетрясение, оно все посыпется. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Христос пришел, чтобы план дьявола, то есть втягивание людей в ад, чтобы этот план не состоялся. Христос пришел, чтобы люди пошли в рай, а не в ад. Чтобы люди примирились, восстановили свои отношения с Богом через спасение, через покаяние, через веру. Там, где Христос, там праздник. Тот, кто уверовал в Иисуса Христа, в его жизни настоящий праздник. Потому что он знает, где его Отечество, он знает, где его Отец. Он знает, куда он идет в вечности. Он знает, что смерть это не конец. Он знает, что он свободен от власти греха. Он знает, что он искуплен. Второе, Иисус пришел, чтобы дать лучшее. Чтобы дать лучшее. Не сдавала вина, и вот Матерь Иисуса говорит ему, вина у них нет. Иисус говорит ей, ну что мне и тебе? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то и делайте. Ситуация получилась сложная. Праздник идет, самый разгар, А людям пить нечего. Несколько слов о вине. Их вино было не таким, какое у нас сейчас. Никто там когоры не пил, поверьте. Мы должны понять, что общество в первом веке немножко по-другому жило. У людей не было ни холодильников, ни возможности купить разные виды соков. Хоть они их и делают. Мы знаем, что тот же сделанный сок долго не стоит, если кисть. Для того, чтобы у людей был питьевой напиток, конечно же, они делали вино, но оно было настолько слабым, что человек от него пьянеть не мог. Так, ну, делали и другое. Секеру и так далее, и тому подобное. И водку делали в то время. Люди грешат, ну, доходят возможности всегда как-то, как-то что-то сделать. У нас сосед когда-то был. Он самогон гнал, из чего хотите. Из куриного помета, из тасола, из чего хотите. Поэтому, знаете, грех, он очень изобретатель. И поскольку концентрация алкоголя была очень низкая, но было достаточно, чтобы этот питьевой напиток сохранялся долго, чтобы люди от жажды просто не умерли. Мы должны понять, что и с водой в пустыне в Израиле тоже сложности. Нет такого понятия, что пошел в магазин, купил бутылку воды. Либо у тебя есть колодец, и ты можешь достать его, либо, возможно, у тебя нет. А кто, если вся свадьба собралась, кто там будет доставать эту воду? То есть, другое общество, другая жизнь. Поэтому целью было не напиться, а просто утолить жажду. Но для евреев вино всегда было знаком Божьего благословения. Не только вино, но и хлеб, и так далее. Масло. Послушайте, второзаконие, седьмая глава. С одиннадцатого стиха. А и так, соблюдая заповеди и постановления законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сие и хранить, и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить заветы милости тебе, как Он клялся от Санкт-Петербурга. То есть, делая свою ответственность, а Бог сделает свое. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой. Понимаете, да? Ну и все остальное. Бог говорит, вот символы благословения. Поэтому, когда у людей был достаток, они это связывали с тем, что Бог благословил. Люди, конечно, движимые грехом, все испортили. Сегодня кто-то думает, что если у него ящик вина дома, то он благословен. Не будем путать, да? Отделять будем мухи, котлеты. Это разные вещи. Сегодня те, у кого много вина, наоборот, много слез, нищеты, тогда прочитайте книгу, притчи об этом тоже, но об этом сказано. Посреди всего этого пира, Мать Иисусу Мария говорит, ты знаешь, у них нет вина. Сегодня будет для многих это просто фраза, просто обрадовала. Дома нет вина, это очень хорошо. Но это было символом того, что нет благословения. Надо помочь. Им нужно благословение. И она говорит, вот твой час пришел. Сейчас, если ты сделаешь что-то великое, люди тебя признают. Вы же помните, до этого Христос не сделал ни одного чуда. Мария помнит, как она забеременела. И Иосифа рядом не было. Она помнит, как они путешествовали, как она его родила, те события, которые случились, когда Ира хотела убить Христа. Она все помнила очень хорошо. Все знала. И она знала, кто сидит рядом с ним. Вы знаете, она как хорошая мама. Еврейская хорошая мама. Хочет сыну чего? Лучшего. Давай. Ну, и народ восплещет, и все поймут, кто ты такой. Я знаю, но они еще не понимают, что ты делаешь. Христос не торопится. Христос ждет, чтобы люди имели веру. Он говорит, мой час еще не пришел. Ты меня толкаешь не на то, что надо. Хотя он потом и делает это чудо. Просто из милости. Но не для того, чтобы, вы знаете, это не спасительный акт на кресте Голгофа. Но это все равно свидетельствует о нем, как о Боге. И это все равно приводит людей к вере. Бывает иногда так, что люди воспринимают Христос просто как того, который должен принести нам праздник. Ну, вот где же Бог? Почему мне не получать? Вся жизнь в претензиях, в каких-то, знаете, там, требованиях. Вот всем дал он мне, не дал. Я помню, один молодой человек пришел в библейское консультирование. Говорит, вот Бог всем жену дает, а мне не дает. Вот почему он мне не дает жену? Вот что это за Бог? Я ему говорю, ты знаешь, он этих женщин слишком сильно любит. Сильно слишком их любит, чтобы хоть одну подвергнуть такому серьезному жизненному испытанию. В виде тебя. Написано, что без веры Богу угодить нельзя. Без веры Богу угодить нельзя. Потому что надо, чтобы приходящий Бог уверовал, что Он есть, и ищущий Его, а не от Него что-то. Ищущий Его Он воздает. Вы понимаете разницу, друзья? Как много людей сегодня ищут что-то от Бога, но не самого Бога. А Бог говорит, ты меня поищи, меня поищи. Это не проблема, слушай, и пустые засуды наполнятся. Ты меня поищи, не надо искать, чтобы я тебе только вино дал. Чтобы у тебя в жизни все получилось. Чтобы жизнь праздником стала. Ты меня поищи и поймешь, что такое настоящий праздник. И практически это выглядит по-разному в жизни. Вера, она имеет действия. Она имеет дела. Если вера не имеет дела, она мертва сама по себе. Ну скажи кто-нибудь, ты имеешь веру? А я имею дела. Покажи веру мне твою без дела, а я покажу тебе веру мою и сделала их. Ты кричишь, что он засуд не наполнен. Ты требуешь, но ты не выполнишь свою ответственность. А вера в том, чтобы ты сделал то, что нужно сделать, и доверил все остальное Богу. И Бог все остальное сделает. Друзья, если у нас есть проблемы на работе, Христос может коснуться этих проблем и решить их. Но ты наполни свой кувшин водой. Будь ответственным на своей работе. И это всех по-разному бывает. Если у тебя есть неверующий муж или жена, или отец, или мать, или сестра, или брат, это может вызывать определенные неудобства, когда могут посмеяться, могут какие-то слова неприятные сказать, могут не согласиться в чем-то, понуждать к чему-то и так далее. Знаете, что все, что можно делать, это наполнять свой сосуд водой. Делать то, что ты можешь. Говорить им Евангелие, проявлять доброту и не соглашаться на грех. Христос сделает свое дело. Был такой случай, была одна сестра в церкви, муж неверующий, убил ее много лет, потому что злодей был. И потом он покаялся, уверовал в Господа. Пришел в церковь и говорит, вы думаете, я покаялся от ваших проповедей? Нет, я покаялся от того, что я слышал и видел в жизни своей жены. Если у нас трудно с финансами, Бог может все устроить, все поменять, но ты наполни свой кувшин водой. Сделай то, что ты должен сделать. Не только стань рабом своей работы и денег. Начинай жертвовать. Начинай с десятины. Многие не имеют благословения, потому что они даже это не делают. Пожертвовать десятину, помоги кому-то. Многие этого не делают, знаете, только я мое для меня, и вот мне все помогите, потому что у меня проблемы. Бог даст тебе мудро распорядиться, наполни свой кувшин водой. Если ты не можешь сносить кого-то, позволь Богу коснуться твоего сердца. Вот у меня еще не попросили прощения, Слово Божие говорит, когда стоите на молитве, прощайте. До того, как кто-то приползает к вам на коленях и будет умолять вас о прощении. Прощайте, делай свою ответственность. Как много людей сегодня не имеют благословения, потому что они не хотят быть ответственными. Знаете, Бог даст больше, Бог сделает больше. Бог всегда делает больше. Чего эти люди там от Христа ожидали? Мало кто понимал, что Он может сделать. Посмотрите. Было тут шесть каменных водоносов, наполняют водой. Несите, а распорядитель говорит. Знаете, это очень странная ситуация. Ну обычно, вначале лучше, а потом что? Сначала посвежее идут на свадьбе, а потом то, что не продали вчера. Ну так оно бывает. Еще хорошее, но уже это как бы не сегодняшнее. Советский общепит был такой. Должен понять, евреи тоже хитроватый народ, да. Тоже хотели на этом. Но то, что сделал Хрисус, было лучше. Он говорит, слушай, ты вообще, в своем уме так же не делают. Не дают сначала хуже, а потом лучше. Дают сначала хорошее, а потом, когда уже все там кушают, веселятся, празднуют, танцуют, не знаю, что. Дают похуже вино, и всем уже все равно по барабану, почему? А уже свадьба в разгаре, перейдет. Но заметьте, что когда Христос к чему-то прикасается, там всегда лучше. Всегда. Я знаю много таких случаев. В разных жизненных обстоятельствах. В разных историях. В разных странах. С разными людьми. Когда человек позволил Христу прикоснуться к его жизни, там всегда стало лучше. Там хуже вообще не может быть. Почему? Потому что Бог вмешался. Когда Бог вмешивается, когда человек дает ему место в своей жизни, туда приходит благословение. Христос не пришел сделать плохих хорошими. Христос пришел сделать мертвых живыми. Когда к нему пришел Негодим и сказал, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Такие чудеса делаешь, творишь. Никто не может вообще такое творить. Если с ним не будет Бог. Иисус сказал, но если не родишься свыше, не увидишь Царство Божие. Он не сказал Никодиму, но если ты попробуешь как-то измениться, если начнешь делать это, ты медленно из хорошего станешь лучше. Ну или из плохого станешь хорошим. Нет. Бог пришел из мертвых сделать живым. А мы в наших грехах, до того, как познали Господа Набисто, мы были мертвы в наших грехах. У нас не было жизни. То, что Бог делает, всегда, несомненно, лучше. Религия толкает людей. Знаете, ну вот эти церемониальные исправления, внешние исправления. Не зря, безусловно, вот эти сосуды, они были для чего? Для религиозного акта омовения. Это же намекает на то, что люди, что, привязанные всегда к каким-то ритуалам, религиям, вот если это сделать, то, вот оказывается, я буду таким и таким. Нет. То, что Христос делает, Он делает лучше. Религия для внешнего человека, а вера для внутреннего человека. Обряды для внешнего, а Бог всегда для внутреннего. Друзья, нам надо перестать задаваться вопросом, вина здесь. Здесь вопрос не вина, здесь вопрос участия Бога в жизни человека. Участвует ли Бог в моей жизни? Я вам скажу, участвует. Бог участвует. Возможно, у вас сейчас в жизни пир, но без Христа. Пока Христос где-то сидит. Знаете почему? Потому что кувшины пустые. Потому что мы не сделали свою ответственность перед Господом. Вот я вам приведу простой пример. Некоторые из вас, возможно, возрадуются, например, а кто-то обидится. Ну, мне все равно. Кто-то приходит в воскресенье очень уставшим. Вы знаете, когда человек уставший, он не способен воспринять Слово Божие. Все, о чем он думает, это как бы не уснуть. Как бы Виктор что-то крикнул, чтобы я не заснул. Ну, или был более эмоциональный и так далее, и тому подобное. Но Бог тебе дает ответственность в субботу вечером лечь пораньше спать, а не смотреть фильм до двух ночи. Или играть в какие-то игры компьютерные. Ну, я вам просто приведу простой пример. Я был в нем, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что такое сдавать экзамены, когда ты всю ночь играл в компьютерные игры. Просто по молодости, по глупости делал такую вещь. Если вы хотите, чтобы Бог обратился к вашему сердцу, будьте ответственны в этом. Простой пример. Простой, но духовный. И таких примеров каждый день у нас миллион. Господь Иисус пришел дать нам большее. Там, где Христос, там всегда праздник. Там грех переходит в благодать. Там в пустыне начинают расти то, что никогда не росло. Я знаю много таких жизней, когда люди смирялись перед Богом. Их жизнь была как пустыня. Знаете, как выжженный город. Как Борюбль после осады. И вот туда приходит Бог. И Он все начинает там ремонтировать. Он начинает все отстраиваться. В этой пустыне начинаются вести цветы. Когда смотришь на жизнь кого-то из вас, и я знаю многих из вас довольно давно, я вижу, как Божия благодать меняет жизнь. Я вижу, как меняется мнение человека, его взгляды, его польза в Царстве Божьем. Туда, куда приходит Христос, там всегда праздник. Третье, о чем учит нас эта история, я буду на этом заканчивать. Иисус пришел, чтобы создать новый брак. Вот когда вы слышите фразу на третий день, о чем вы думаете? Верующий человек ни о чем другом не может подумать, как о воскресении Иисуса Христа. Вы согласны, да? Когда говорят, на третий день у нас ожидание, что сейчас будет что? Не история о ибине, о чем-то еще, о свадьбе. У нас в голове есть только одна мысль. На третий день это значит воскресение Иисуса Христа, речь пойдет. Но, по крайней мере, так в нашей голове это запечатлелось и в нашем сердце. Когда Христос говорил, что ионов будет что? Три дня, то о чем мы сразу думаем? Не о ионе, который болтыкается в животе кита. Мы думаем о воскресении Христа, потому что, как Христос говорит, знамение было для вас. На третий день Иисус подготавливает с первого чуда. С первого чуда Он подготавливает людей к чему-то более важному и более знаменательному. Знаете, за свое служение Христос никого не сочетал. Счастливый. Некоторые, кого я сочетывал, сожалею, что это сделано, но здесь их нет, конечно. Были такие случаи. Но все же Он создал что-то новое. Все же Христос сделал что-то, что люди не могли бы сделать. Он создал новую невесту, которая называется Церковь Божия. Это люди верующие, которые не только сейчас здесь сидят, но которые находятся по всему лицу земли за последние две тысячи лет. Христос нас создал. В буквальном смысле слова. Христос специально пришел на этот брак, на этот праздник, тем самым говоря, что есть и будет другой брак. Брак Агнца и Церкви. Его брак с Церковью, с верующими людьми. И мы понимаем, что это брак, это образно, такой образ, который в Библии употреблен, который говорит о объединении, о соединении. Если люди здесь в браке соединяются временно, то смерти, надеюсь, то брак Агнца и Церкви на вечно и для вечности. Цель Бога и Его искупительной работы над нами, чтобы мы с Ним были вечно. Вот это настоящий праздник. Не только для того, чтобы благословить нас здесь. Хотя Божие благословения приносят радость. Но для того, чтобы мы с Ним воссоединились на вечно. Самое первое чудо Христа. Это символ, это знак того, что Он явит свою славу на другом торжестве. И это будет пир радости, друзья. Там уже не будет ни слез, ни горя, ни печали. Там никто ни о чем сожалеть не будет. Там уже никто никого не будет обижать и никто ни на кого не будет обижаться. Вина там будет достаточно. Божьего благословения, потому что Бог там лично будет присутствовать. Будет полное отсутствие греха, полная удовлетворенность, совершенная радость и абсолютное Божие присутствие, присутствие Его святости. 22 глава Евангелия Трофея. Христос говорит об этом пире. Сказал им притчу, Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для своего сына и послал своих рабов звать званых на пир. И не хотели прийти. Не хотели. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот, я подготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир. Но они пренебрегшие то пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою, на пиасачан травы. Прочи же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Это те, которые сегодня нашего брата с женой похитили. Но их тоже Христос пригласил. Христос всех приглашает. Нет того, кого бы Христос не приглашал. Услышав, во всем царь разгневался, послал своих войска, истребил убийцу, он их изжег город, и тогда говорит рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого знаете, созовите на брачный пир. И любите, выйдя на дорогу, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Если вы помните, брат Эрик, в прошлом воскресенье на празднике пел песню, он подобрал меня. Не тебя только Эрик, и меня подобрал. Нас всех Господь подобрал. И принес на этот пир, потому что мы идти не хотели, но Он принес вас на руках своих, любящих рук. Когда евреи отказались участвовать, когда евреи свое сердце ожесточили, Бог говорит, теперь не только евреи, но и язычники, все народы, всем доброго пожаловать. И вот тот же Иоанн, который описывает вот эту свадьбу, тот же апостол Иоанн в конце книги откровения, это последние главы, первые главы и последние. Начинается все с брака, угадайте, чем все заканчивается? Тоже браком. Он описывает, Он описывает в книге откровения, если вы возьмете все книги Иоанна, вы читаете последовательность, и вы увидите конец девятнадцатой главы. «Слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум ввод многих, как бы голос громких, громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил что? Брак Агнца и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, в весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне суть сии, сии суть истинные слова Божьи. Повествование о Христе у Иоанна начинается со свадьбы и заканчивается тоже свадьба, это уже брак. Вопрос на миллион. Без чего второй брак невозможен? Без Христа и без невесты понятно. он невозможен без Голгофа. Второй брак без Голгофа невозможен. Потому что все, кто придут на второй брак, должны пройти через Голгофа. Без Голгофа туда люди не попадают. Без веры в Христа, который отдал свою жизнь, люди на тот брак не попадают. Они не могут туда попасть. без того, чтобы человек увидел Агнеца Божьего веры, поверил, что этот Агнец себя отдал за его грех, потом не может войти в вечное отношение с этим Агнецом. Как бы он ни старался, как бы он ни хотел, как бы он ни желал, это невозможно. Тот, кто не был на Голгофе, не будет на втором браке. Те, кто были на Голгофе, тот будет там. В Откровении в пятой главе описывается восторг на небе, восторг об Иисусе Христе. Слова, которые будут говорить спасенные народы, Ты был заклан и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. Это признание того, что сделал Агнец Иисус Христос. Искупил нас Собой Своей Глобой. На кресте Бог сделал возможным это для каждого. Всем людям дверь открыта. Всему человечеству, каждому человеку, независимо от того, на каком языке он разговаривает, независимо от того, сколько ему лет, независимо от того, в какой стране он живет, независимо от того, в какое время история он находится. Христос всем открыл дверь. Возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить ее, чистив, омывая водою посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Пока мы готовимся, люди верующие, пока мы готовимся к вечному пиру, дайте возможность Богу и Его Слову вас к этому празднику подготовить. Словом очищается наша жизнь. Да, мы приняты, да, мы призваны, да, мы будем там, но Бог дает возможность нам с вами сегодня переоценивать многое в нашей жизни. Несколько вопросов в конце, и мы с вами помолимся. Ты лично чего ожидаешь? Сегодня весь мир трясется, что Путин применит ядерное оружие. Он там угрожает, я и то, и то, и то. Другие боятся, что в ответ Запад применит, и наш весь мир сгорит в огне. Кто-то этого ожидает, и чего ты ожидаешь? Ожидаем ли мы великого праздника воссоединения с нашим Господом Иисусом Христом? Нам это надо ожидать. произойдет он это из-за того, что мы не там дорогу переходили, или из-за атомной войны, это вообще не имеет никакого значения. Переход не имеет значения, как он будет. Вот более важный вопрос, будешь ли ты на Эдемпире, побывал ли ты на Голгофе, чтобы там оказаться? желанием Христа было в его делах, в том, что он делает, показать, что в вечности не будет скучно, в вечности будет вечная радость и вечный праздник, потому что там, где Господь, там всегда что праздник, там не бывает скучно, где грех, там разрушение, там веселье, но не праздник, там временная, знаете, вот такая вот жизненная радость, наполненная грехом, которую несет только погибель. Мы с вами стремимся на брачный пир между Христом и его невестой и отцом. Пусть Бог благословит, чтобы мы имели утвердительные ответы на эти вопросы. Если нет, гадись перед Господом в своих грехах. Верьте в Сына Божьего и веруй в работе спасены. Аминь. божьего Сына меми. Продолжение следует...